здравствуйте друзья сегодня будем готовить к холодному копчению леща черный лещ или другое название амурский лещ они нас растут по три по четыре килограмма ну и такой средний 2 где-то два с половиной килограмма такой вот не у нас водится конечно и обыкновенный лещ серебристый но у нас крупные он не растет там килограмма уж полтора вот черный лещ у нас растет крупный водится в амурском лимане в амуре вот его будем готовить копчению и соответственно будем еще готовить киту летняя я уже голову отрезал вся рыба у нас выморожена шоковые заморозки вся рыба кита летняя она намного меньше ну как меньше конечно осенний но она тоже очень вкусная копчению идеально подходит сейчас будем приступать к разделке леща и под и подготовки красной рыбы киты летний к засолке приступаем к сделке леща обязательно удаляем кишки и жабры соответственно самочка с икрой все сейчас буду распластвовать на две половинки аккуратно чтобы порезаться вот сколько жира в нем здесь у него плавник такой прям кость торчит вот он постоянно мешает вот одна половинка вас готова все лишнее уберем протрем салфетками всю эту кровиночку жир лишний и сделаем небольшие надрезики до шкуры так у нас получается пайка второй половинки помню чё куда надо удалить эту половинку солит хребтом также делаем надрезы вот вторая половинка он подложил в сторону и будем подготавливать киту летнюю к засолке вот у нас кита летняя сейчас очищаем ножом слить вот эту вот с нее не вымывая не мою рыбу не мою просто протираю вот так вот слизь убрали разделаем на две половинки одна половинка хребет убираем я буду несколько видов делать разделки сейчас покажу какие вот такой вид будет у нас просто две половинки сейчас буду разделывать по хребту не прорезая шкуры спины так называемый пласт класс который разделать и с брюшка хребет удаляем делаем наискосок надрезы до шкуры получается вот такая вот рыбка также буду делать полу балычки также разрезаем пополам на две половинки боковинки удаляем хребет аккуратненько и отрезаем брюшка так называем кишу кишу и хребты мы будем солить отдельно и также делаем надрезы такая рыбка вот получается сейчас сделаем еще одну юколу из киты также разделяем на две половинки вдоль хребта удаляем хребет на хребты мы не выбрасываем мы их также солим или оставляем на уху ну или просто можно пожарить теперь что делаем делаем мелкие надрезы буквально по одному сантиметру теперь другую сторону вот такая вот рыбка получается также поступаем со второй половинки сначала засолим хребты и кишу берем посолочную смесь посолочная смесь стандартная на килограмм соли 300 грамм сахара в одно чуть-чуть насыпаем соли маленько укладываем хребты саму кишу брюшко слегка присыпаем все хребты и кишу мы засолили вот так оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа я буду вставлять на 2 так как у нас хребты мяса мало на них я оставил а если у кого-то получается что на хребте оставляется много мяса на часа 3 вот так 2 часа у нас будет солиться при комнатной температуре а мы приступим солить саму киту на дно посолочной смеси насыпаем чуть-чуть соль берем сначала половинки которые у нас без надрезов укладываем посолочную емкость присыпаем слегка солью почему вот это не разрезанное положим на низ потому что там сейчас будет образовываться образовываться туз лук и он будет крепкий и будет просталивать рыбку именно которая не надрезанная надрезанная она будет солиться намного быстрее теперь берем балычки с крупными надрезами также укладываем шкурой вниз на ту же рыбку присыпаем солью вернее полу балочки так и присыпаем теперь берем пласт надрезанный один и у нас второй есть пласт крупные надрезы крупные надрезы которые так и присыпаем солью слегка и кладем второй пласт тоже присыпаем солью ну а теперь нам осталось засолить мелкие надрезы так же укладываем ромбиками нас надрезаны так же присыпаем солью слегка и и вот так оставляем в прохладном месте на 6 часов дальше мы эту рыбку промоем промоем как я не люблю вообще рыбу мыть но промоем красную рыбу так как много надрезов чтоб соль там не оставалась на литр воды чайная ложка соли крупной разбалтываете и вот этим рассолом промываете рыбку чтоб она не потеряла свой цвет если будете пресны просто воду промывать она будет терять цвет она будет становиться более бледной все ждем 6 часов но это по красной рыбе у нас еще остался лещ черный лещ вот он у нас черный лещ красавчик такой берем ту же самую посолочную смесь и не чуть-чуть а вот обильно присыпаем солью голову обязательно напоминаю рыба выморожена шоковая заморозка у нее была и и ложим шкурой вниз вторую половинку и так же обильно присыпаем солью и так же в прохладном месте при комнатной температуре можно оставляем солиться на 6 часов почему красная рыба солится 6 часов и эта рыба 6 часов у красной мало соли она просолится а у этой рыбы много соли и она будет такой же малосоли как так красная потому что у нее мясо более жесткое и она более долго принимает соль в себя вот и вся разница белая рыба вообще любая белая рыба она более жестко принимает соль и засолка у нее идет дольше а красная рыба засолка меньше на 6 часов оставляем встречаясь через 6 часов белую рыбу можно промывать просто пресной водой ну вот прошло 6 часов я очистил рыбку от лишней соли сейчас мы оденем их на шампура и повесим сушиться в сушильном вялочный шкаф буду сушить два часа сушу час отдых два часа сушу дальше гляну если устраивает сушка будем коптить если не устраивает то еще может чаще посушу все одеваем на шампура и в швс ну вот рыбку мы повесили сушильный вялочный шкаф хребты тут киша там дальше черная лещ ну и красная рыбка все начинаем сушку ну вот прошло 4 часа сушки рыбка подсохла поверхностно вот она какая блестящая невлажная сухая сухая ведь вся хребты все сейчас будем закладывать в коптильню и коптить коптить было на лихе холодным копчением ну все коптильню мы загрузили вода черный лещ здесь у нас красная кита хребты все все загружено сейчас задвигаем рамки проверяем все расстояния чтоб дошипнул расстояние было соответствующее чтоб не было замыканий расстояние на стояние между поддоном чтоб тоже было ну и все сейчас включаем нагрев зольника закладываем дровишки ольху около щипа можете щипу использовать разогреваем зольник на 300 дымок пошел переводим на 250 и коптим ну все ждем результата также напоминаю температура копчения для красной рыбы не должна превышать 28 градусов если у вас камера начинает набирать температуру больше 28 отключайте зольник и ждите когда будет остывание в камере дровишки все равно будет леть потихоньку дым все равно будет идти но зольник отключайте также напоминаю как проверить работу статики вешать вот ниточку обыкновенную на центральные шипы вот на центральный экран здесь внизу где дверь закрывается есть отверстие там находится концевой выключатель вот палочкой деревянный деревянный туда нажимаем видите как срабатывает еще раз видите как срабатывает на статика работает все отлично у вас но при включенном холодном копчении руками лучше туда не лазить вас может пощипать токов хорошо ну вот рыбка закоптилась коптилась на полтора часа сейчас я перевешу в швс камера не очень свет передает но она вся желтенькая сейчас я перевешу в швс буквально часа на два еще ветрить все и будем пробовать черный лещ стал желтеньким лещом ну вот друзья результат работы за полтора суток половинка киты половинки вот такой вот пласт киты ромбиками ромбиками кита еще полу балычок китовый по вкусу она вся одинаковая сам черный лещ вот такой вот он получился ну и хребты и киша и хребты сами сами к пиву копченый сейчас разрежем одну половинку и попробуем глубоко в сторону это уберем вот половинка киты вот она вот такая красивая не крашеная с натурального копчения также вот он черный лещ сам пиво вообще обалденная штука ну все все спасибо за внимание спасибо за просмотры приятного аппетита и до скорых встреч бель в вот посмотрите с до 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 Продолжение следует...